Спасибо, Дмитрий, спасибо, Антон. Доброе утро всем коллегам. Очень рады видеть вас в столь многочисленном количестве на уже второй традиционной конференции Ассоциации Факторинговых Компаний. Очень рады видеть очень много лиц, новых, знакомых, молодых. Судя по возрасту некоторых, я предполагаю, что для кого-то этот кризис может быть первый на рынке Факторинга и, в принципе, много интересного для себя узнает. Мы пытаемся осветить все самые важные вопросы, которые, наверное, занимают нас, как профессионалов рынка, в истоящее время. У нас полтора часа. Я предлагаю построить нашу дискуссию таким образом. Я задам по одному, скажем так, большому вопросу каждому из участников панельной дискуссии. И в конце всех выступающих попрошу еще ответить на маленький вопрос. Соответственно, какой прогноз по динамике рынка, по обороту, либо по портфелю, как удобно, на конец этого года, на конец 2015 года. Ну вот, действительно, в презентации Антона были очень красноречивые цифры о том, в каких экономических реалиях мы существовали ровно год назад. Напомню, конференция была 24 марта 2014 года, первая Факторинговая. У Антона на 18 марта нефть стоила 106 долларов. Не знаю, насколько она успела упасть или вырасти к 24-м, но, по крайней мере, разительно отличается от того, что мы имеем сейчас. Все только начиналось, прогнозы были достаточно бодрые, по итогам имеем, ну, по сути, давайте так, наверное, назовем его инфляционный рост рынка. Тем не менее, первый вопрос у меня как раз к Антону Мусатову. Антон, как вот все-таки оцениваете эволюцию риска, эволюцию рынка, или оговорочка по Фрейду, да, риска, эволюцию рынка в 2014 году? Все-таки есть небольшой рост, но существенное сокращение темпов роста по сравнению с прошлыми годами. И в первой десятке, если посмотреть внимательно на статистику ФК, мы видим достаточно разнонаправленную динамику. То есть кто-то, большинство, наверное, все-таки сократили объемы, но есть игроки, которые выросли. Означает ли это, что вот та специализация игроков по клиентским, по продуктовым сегментам, о которой много достаточно говорили эксперты рынка, она действительно имеет место быть. И можно сказать, что разные клиентские сегменты нашего рынка по-разному проходят этот кризис. Спасибо большое, Карл, за вопрос. По поводу прошлого года, на самом деле, когда готовился к презентациям, к выступлениям, хотелось сделать акцент, что ведь прошлый год он был на самом деле неоднородным. То есть до 16 декабря прошлого года у нас тоже была ситуация на рынке, даже, напомню, у нас было общее собрание участников летом, где мы фиксировали несколько тенденций, которые происходили, напомню, до 16 декабря 2014 года. Из них было несколько. Первое – это отказ клиентов крупного бизнеса от использования факторинга. То есть, на самом деле, там повальный отказ подписания уведомлений, работа по уступке, работа с поставщиками. То есть, по сути дела, уже тогда, начиная в марте, в апреле, в мае, многие крупные компании, которые в кризисе понимали, что лучше мы будем иметь задолженность поставщиков, с которыми мы можем сделать все, что угодно, нежели, чем иметь задолженность ступленную факторинговую компанию, с которой мы в дальнейшем разбираться. Второй у нас был аспект – это существенное ужесточение и ухудшение рисков. Мы уже до 16 декабря видели всплеск попыток мошенничества, всплеск попыток клиентов в привлечении финансирования нескольких факторов, видели так называемых рыночных гастролеров, которые пытались выполнять факторинговое обслуживание у нескольких факторов. Даже напомню, в своем интервью говорил, что есть одна группа компаний, которые в прошлом году обслуживались у 19 факторов на рынке факторинга. И с учетом всех этих аспектов, каждый фактор предъявил при себя развитие работы в прошлом году, не после 17 декабря, а до этого. Например, некоторые для себя начали активно заниматься чисткой портфеля, по сути дела, оптимизацией рисков и структурированной ужесточения, то есть готовились заранее. Пример ВТБ факторинга, когда мы уже начиная с марта прошлого года, посудили после того, как произошла ситуация в Крыму, начали вводиться санкции, мы уже тогда начали готовиться к весне 2015 года, значимо активировать портфель. Кто-то для себя, как мы видим, выбирал другие тенденции, другие объемы, и даже после 16 декабря, посудила вот та разнообразная динамика, которую сказал Корнел, что, к примеру, у Промсельсбанка рост портфеля, рост оборотов. У Петрокоммерца, также рост портфеля, рост оборотов. Пример Альфа-банка, значимое сокращение портфеля, существенное сокращение оборотов. Пример нашей компании, мы стабилизировали портфель, по сути дела, имели его структуру вычищения новых, да, и сокращали объем денежных требований. Поэтому весь прошлый год, кажется, себя предопределял свою позицию, свою политику в зависимости от тех аспектов, которые были на рынке. Я думаю, что статистика 2014 года, она на самом деле не показательна. Будет намного более показательная статистика первого квартала, даже первого года, к чему привели, по сути дела, для себя все те решения, все те выборы, которые участники рынка факторинга использовали на протяжении всего прошлого года, а не только после 17 декабря. Поэтому посмотрим, увидим. Спасибо. Да, и тот короткий вопрос, который я попросил, прогноз по 2015 году, если есть желание дать. Ты сказал, что это будет короткий вопрос, но я напомню, у нас в конце декабря было целое общее собрание участников Ассоциации рынка факторинга, на котором мы, Виктор, напомню, в офисе Факалайфе, каждый часа три обсуждали прогноз рынка факторинга. Я бы хотел ответить на этот вопрос следующим образом. Вообще, такое понятие, как рынок факторинга, он сейчас с точки зрения измерителя, о чем я говорил, существенно меняется. Привычный для нас такой термин оборот, там и портфель, даже в первую очередь, оборот, существенно меняется, потому что некоторые факторы, например, нашей компании, мы намерены сейчас идем в длинные сделки. Потому что с точки зрения доходности намного лучше сейчас выдать по высокой ставке комиссии на полгода, потому что с учетом прогноза по деньгой ключевой ставки, на эти поставки мы будем зарабатывать существенно. Пример декабря, когда ставки были запредельные, все выдачи, которые мы выдавали в декабре, с учетом день на оборачиваемости, мы же сейчас в первом квартале заработали на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года. Это вопрос как раз-таки формирования портфеля, но в меньшей степени акцент на обороте. И эта тенденция началась уже начиная с третьего квартала, с четвертого. Вы можете увидеть, на рынке существенно растет оборачиваемость, и если вы сделаете сделку на миллиард рублей с оборачиваемостью полгода, то она вам в год это оборот 2 миллиарда. Если вы делаете ту же сделку в миллиард рублей с оборачиваемостью в месяц, то она формально вам даст оборот 12 миллиардов. Хотя, честно признаюсь, вы как факторинговая компания на ней заработаете, что в одном, что в другом случае совершенно одинаково. Поэтому вообще некоторый такой показатель оборота становится некоторым размытым в формировании оценок, кто какие результаты достиг на уровне рынка. С точки зрения прогноза, все-таки если мы как ассоциация сохраним видение измерителей и тенденции оценок, то есть пессимистический прогноз. Это если нефть в дальнейшем упадет, соответственно, ужесточение экономики, сокращение спроса, сокращение в трамбельных отраслях, участия в них. Опять же, пример ВТБ-фактуринга, портфель в автомобильной отрасли, который в свое время занимал 17% нашего портфеля, сейчас занимает менее одного. То есть за 4 месяца мы сократили портфель 17 миллиардов рублей до одного. Это вопрос, опять-таки, пока не собираемся на него возвращаться. Поэтому тенденция, я думаю, будет все-таки с точки зрения базового сокращения, сокращение существенное, потому что расти в привычных отраслях проблематично, как в падении самих отраслей, так и аппетита к риску. И самый главный вопрос – это поиск новых рыночных ниш, новых приложений, где будет баланс нашей доходности и аппетита к риску. Спасибо. Спасибо, Антон. Ну, коллеги, небольшое дополнение по регламенту. Значит, просьба, вопросы, которые у вас есть, не забывать, может быть, записывать, и в конце нашей сессии обязательно выделим время для того, чтобы экспедиции задать и получить ответы от участников пандельной дискуссии. Александр, обращаясь к Александру Глядову, как раз тот момент, который затронул в своем ответе на второй вопрос Антон по поводу ставок и по поводу того, как ведут себя наши клиенты. Вот, то, что мы видели в конце прошлого года, после 17 декабря, после известных ночных событий, по сути, мы увидели резкий рост спроса на наши услуги, да, ну или, по крайней мере, уж интереса точно, не весь он реализовался, наверное, в реальной сделке. И мы видели, что клиенты на пике этого кризиса были готовы, по сути, платить любые ставки. И на какой-то короткий срок, наверное, даже ставки по рынку факторинга, по сути, сравнялись. Как ведет спрос сейчас? Насколько мы можем говорить о том, что с понижением ставки Центрального банка клиенты в большей степени начинают проявлять реальный спрос на услуги факторинга? Насколько эластичен спрос? Доброе утро, коллеги. Спасибо за вопрос, Карина. Что касается спроса на дорогие деньги в конце прошлого года, ну, безусловно, можно разделить всех наших клиентов по сегментам. В большей степени повышение спроса, точнее, сохранение того спроса, который был в течение всего года, сохранилось в сегменте малый и средний бизнес, потому как данные сегменты менее приспособлены к изменению ставок, они более зависимы, но имеют менее ликвидность, более зависимы к внешним ресурсам, поэтому они не способны самостоятельно существовать и были вынуждены на получение той ставки, которую им предлагали мы и факторы. Крупные же компании, которые более серьезно относятся к планированию и к стоимости привлеченных ресурсов, старались уходить от факторинга, ну, сохраняя уступку, но не привлекая финансирование в те пиковые значения, ну, не ключевых, а факторинговых тарифов, выдерживая некую паузу, ожидая снижения той же самой ключевой ставки. Сейчас говорить о эластичности спроса пока еще, наверное, рано, потому что кроме, ну, на рынок леет еще помимо стоимости денег еще фактор спроса, фактор сезонности. Также все факторы практически применили такую антикризисную меру, как сокращение объема финансирования, поэтому объемы сейчас, объемы финансирования на рынке упали, и говорить о том, когда они вернутся на свои параметры, пока еще сложно. Что касается ключевой ставки, несмотря на то, что она дважды уже снизилась в момент его пикового значения, она все равно еще в два раза превышает то значение, которое имела в первом квартале предыдущего года, точнее, предыдущего, ну, до прошлого года. Положительную динамику по изменению спроса мы можем увидеть только после того, как мы увидим дальнейшие изменения ключевой ставки вниз и увеличение потребительского спроса у наших клиентов, что позволит нам для своих поставщиков, для наших клиентов, предоставляя более дешевые ресурсы, им, в свою очередь, продавать, ну, возвращаться к тем объемам, которые они имели в предыдущий период. Анютан, есть ли можно цифру по прогнозу рынка? Ну, сейчас сложно, опять же, сказать, что будет твориться с рынком, потому что нет четкого понимания об экономической ситуации в России на ближайшую перспективу. Но мы видим два прогноза, наверное, оптимистические – это 20% падения рынка, а пессимистические – 50% падения рынка. Спасибо. Оптимистическую оценку, может быть, проверим ее через год. Вы, Дмитрий, все записываете. Роман, переходя к вам, ну, вот то, что мы слышали в прошлой кризисе, и, очевидно, уже есть такие комментарии, высказывания в этот раз, вот в условиях кризиса и роста просрочки можно было бы говорить о том, что спрос на факторинг безрегресса должен возрасти на услуги по покрытию риска. С другой стороны, ну, не очевидно желание, а самое главное – возможности, факторов, такого рода возросшие, наверное, все-таки риски на себя брать. И многие уже столкнулись с ростом просроченной задолженности. Вот каким вы видите развитие рынка через эту перспективу, через услуги с покрытием риска, факторинга безрегресса? И вот вдогонку не могу не вспомнить, теория, по крайней мере, гласит, что в факторинге 80% потерь, они генерируются не вот как раз кредитными рисками, а рисками мошенничества, связанными в основном с действиями клиентов и дебюторов. Насколько эта теория работает в условиях кризиса? И как она будет соотноситься с реальностью этого года положения? – Коллеги, доброе утро! Всех рад видеть. В очередной раз с кем-то познакомимся, наверное, потому что есть новые лица, это хорошо. Значит, индустрия живет, индустрия развивается. Хотел бы в наше время, которое лучше всего описывается словом «челлендж», которое можно по-разному перевести, оно такое очень эмоциональное, вот этот челлендж пожелать всем пройти или выйти из него с новым положительным опытом, подготовившимся для дальнейшего роста. Ну, поскольку у нас время ограничено, я бы одну небольшую ремарку хотел сказать, что вот агитируя за проактивную позицию в рамках ассоциации факторинговых компаний, вступление в ассоциацию для тех, кто еще там не присутствует, обратите внимание, насколько рачительно АФК относится к нашим расходам, нашим взносам. Вот, например, я сейчас сижу в президиуме, очень завидую девушкам, потому что у меня нет зеркальца, чтобы посмотреть, что у меня там написано за спиной. Вот, поэтому в части управления расходами это здорово, так, ребят, предупреждайте, мы бы хоть селфи-палку взяли, что ли. Да, если можно, я забыл извиниться вот перед делегатом, который находится здесь на углу. Вы не обнаружили, да, ручку у себя на столе, потому что я ее взял. Просто перейдите мне ручку, я вам ее верну. Вот, теперь, к сути, вопроса. Есть такой барометр, который в свое время инвестбанкиры придумали для того, чтобы, ну, хоть как-то понятным языком объяснять, что они делают. Это барометр страх-жадность. В принципе, принцип этот универсальный, и, наверное, сейчас вот в части рисков и в части качества портфеля, а, собственно говоря, об этом, по сути дела, вопрос, каждый для себя должен найти правильный градус, вот, соотношение между страхом и жадностью. Вот, ну, для любителей страха могу посоветовать, мы обычно в факторинге пишем портрет идеального клиента, да, вот, тем, кто хочет острых ощущений, я пишу портрет неидеального клиента. То есть, если вы этих ощущений ищете, то, скорее всего, вам нужен поставщик, который отгружает со срочкой от 180 дней и больше мясо в обувных коробках в адрес аптеки 36,6. Вот, собственно говоря, действительно сейчас такое время, что доходность может быть достаточно привлекательной. Но, вот, у меня лично не поднимается рука, и не только рука, когда речь идет о тех ставках, на которые клиент готов, но его бизнес-модель, рентабельность его бизнеса, она явно не покрывает те процентные расходы, которые мы с радостью туда зашарашим. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, зарабатывать можно, но здесь очень тонкая ручная настройка нужна на современном этапе. И в этом плане, если уже говорить о рисках, связанных с клиентами или с дебюторами, в части без регресса, мы в НФК для себя уже давно решили, что для нас самое главное – это керсификация риска. То есть мы не боимся большого числа покупателей, мы не боимся мелких лимитов на покупателей, мы хотим, чтобы их было очень-очень-очень много. Второе. Понятное дело, что иногда сталкиваешься с беспотребностями клиента – установление достаточно крупных лимитов. Ну, понятие «крупные» – оно у всех разное, в зависимости от того, кто стоит за фактуринговой компанией, какой капитал есть у фактуринговой компании или банка, какой суммой можно рисковать. Но в сегодняшних условиях есть несколько вещей, я боюсь кое-что, особенно старожилам рынка, покажется банальным, но тем не менее, просто иногда полезно повторять уроки, даже если мы когда-то их выучили. Не работает принцип «too big to fail». Мы уже видим на ряде примеров достаточно известных компаний, что вот этот вот «big name», «голубая фишка» – это еще далеко не гарантия того, что со сделками на крупные суммы, собственно говоря, ничего ни в коем случае не произойдет. И в этом нужно отдавать себе отчет. Казалось бы, есть универсальное проверенное время необрешение – это использование для страхования катастрофических рисков с точки зрения величины, опять же, капитала компаний. Решение – это кредитная страховка. Вот. У нас есть опыт, и мы его оцениваем в целом как позитивное сотрудничество с крупнейшими кредитными страховщиками. Но здесь тоже важно понять, что, ну, скажем так, сейчас не то время, когда стоит ожидать от кредитных страховщиков активной экспансии и увеличения аппетита к риску. Тем более, что штаб-квартиры, как правило, сидят в странах, которые сейчас принято называть партнерами. Вот. Это Франция, это Германия и так далее. Ну, каких-то ожиданий, что вдруг у уважаемых партнеров резко возрастет аппетит к российским рискам, что-то вот как-то не приходит, не откликается. Я приведу пример своего коллеги, которым сетовал в 2009 году, коллега, являясь руководителем известной испанской фактуринговой компании, он жаловался, что в течение суток, в начале 2009 года кредитный страховщик убил им линиты на тысячу дебетов ров. То есть этот инструмент, все-таки надо понимать, да, что за бизнес-модель у кредитных страховщиков, они во время роста экономики продают вам зонтик, вот, а когда начинается дождь, они у вас его отбирают. Вся бизнес-модель заточена на то, что в период резкого роста мы копим фонды страховой премии, перестраховывая собственные риски, а потом самое главное успеть вовремя соскочить с этой подножки, оперативно закрыв все лимиты, которые рождают дополнительный риск. Поэтому, если кредитная страховка не опция, каждая компания с нашей точки зрения должна ответить на вопрос, каков суммарный объем точечного риска, который нас не убьет. И вот, ответив на этот вопрос, строго следовать этому правилу. Какой бы привлекательный бизнес не предлагался клиенту, как бы вроде бы успешно он не выглядел в моменте, нужно помнить о том, что существует статика и динамика. Я в таком случае говорю, что можно, конечно, рассчитывать на модели, построенные на финансовой отчетности, на балансах, отчетах о прибылях и убытках, но это фотографии из прошлого. Откройте свой альбом и вспомните, как молоды мы были, как выглядели мы, может быть, более привлекательно. И с течением времени, в общем, сейчас такая же ситуация, как и с фотоальбомом. Но качественнее, моложе в своем роде бизнес клиентов сейчас не становится, нет роста реальных доходов населения. Невозможно переложить повышенную процентную нагрузку на конечного потребителя. Все мы это, конечно, безусловно, должны учитывать. Относительно, ну, слава Богу, Корнел, на твой вопрос, насколько эта теория работает, я имею в виду 80% потерь мошенничества клиентов. Очень рад, что мне приходится скорее теоретизировать в ответе на данный вопрос, потому что, ну, слава Богу, по крайней мере, проблема мошенничества перед НФК в полный рост не стала. Это не означает, что она не встает в тот момент, когда мы находимся в этой комнате, да, потому что сейчас наверняка какие-то клиенты рисуют воздушные поставки, пока мы с вами здесь беседуем. Да, это не только наши. Вот. Но, опять же, те примеры, те знаки, которые появились в 2014 году на рынке, они действительно подводят к тому, что если существовали какие-то пирамиды, да, которые были рассчитаны на постоянную подбитку ликвидностью, то шансов того, что они накроются в ближайшее время, становится больше и больше. И в этой связи, конечно, мошенничество – это главная угроза устойчивости каждой факторинговой компании и индустрии в целом. Но в этом, собственно говоря, нет ничего страшного, потому что тема давно известная, просто нужно не забывать повторять домашние задания. И даже если предыдущий опыт был весьма положительный и есть чувство уверенности в себе и в своем бизнесе и в качестве портфеля, то чаще нужно задавать себе вопрос. «Может быть, я что-то не знаю, может быть, я что-то не вижу». То есть сейчас нужна бдительность, коллеги, бдительность и еще раз бдительность. Спасибо. Роман, что подсказывает хрустальный шар по поводу прогнозов рынка в 2015 году? Ух, ну вот на самом деле Антон говорил о росте, о том, что 2 триллиона колоссальная величина, меня сразу подмывало задать вопрос, а в какой валюте? Ну, то есть если мы пересчитаем показатели российского рынка в долларах, евро или, не дай бог, в швейцарских франках, то мы убедимся, что выводы можно сделать разные. Вот скажу честно, лично мне абсолютно все равно, какую статистику рынка, рынок фактуринга покажет в 2015 году. Я не очень понимаю, на что это повлияет. На прошлогодней конференции, я извиняюсь, не помню, по-моему, все-таки это была конференция Раэксперта, а не конференция АФК, я сделал такой террористический прогноз, минус 10 процентов к рынку. Но моему прогнозу не хватило, наверное, одного квартала. Сейчас вот то, что говорит Александр относительно оптимизма и пессимизма, то есть минус 20, минус 50, это понятно. С таким же успехом можно сказать, что это будет плюс 20, плюс 50 в условиях дальнейшей девальвации и удвоения темпов инфляции текущих. А если еще Сбербанк будет опережающими темпами развивать свою клиентскую базу, то может быть и есть шанс не допустить большого падения в 2015 году. Ну то есть, условно говоря, в постоянных ценах, назовем это так, вполне возможно сохранение тех объемов, которые на рынке существуют на сегодняшний день. Но, конечно, есть вызовы. Чтобы сейчас в долгосрочной перспективе получать хороший качественный портфель, нужно понять, какой месседж вот этим хорошим качественным клиентам мы сейчас можем дать. С моей точки зрения, основной месседж – это мы должны думать над продуктовыми решениями, которые не виртуально, а явно помогают клиенту сокращать издержки, экономить на цене риска, который вынужден у каждой клиента закладывать, смотреть на более открытую позицию по отношению к покупателю в предоставлении срочки платежа в случае наличия финансового агента, способного управлять этими рисками не эти риски покрывать. Спасибо. Спасибо, Роман. Чтобы не создавалось сложное ощущение полной срежиссированности нашей панельной дискуссии, я временно перескакну через Александра Морозова, но обязательно к нему вернусь. Задам вопрос Леонида Култыгина, просто в продолжение продуктовой темы. Роман подробно обрисовал ситуацию с факторингом из регресса, с покрытием риска. Я хотел бы поговорить про такую интересную штуку, как закупочный, он же реверсивный, он же конферминг, он же гоши и так далее, и тому подобное. Это вещь, которая появилась у нас как раз после прошлого кризиса, а не потому, что был в стране кризис, потому что добрались, наверное, до последних неоткученных продуктов некоторые активные инновационные товарищи. Вот особенно с приходом крупных универсальных банков на рынок и, безусловно, в том числе Альфа-банк, многие крупные компании познакомились с факторингом как раз через этот продукт, через закупочный факторинг. И во многом бурное развитие рынка факторинга в целом как раз объясняется бурным развитием закупочного факторинга. Но, как мы знаем, у закупочного факторинга есть такая неприятная штука, как очень высокая концентрация риска на как раз вот этих, казалось бы, крупных, хороших, красивых дебиторов, некоторые из которых уже чихают, а иные, так сказать, ушли в страну вечной охоты. Вот. И многие из них пользовались факторингом финансирования. Вот, Леонид, все-таки, как вы думаете, вот риски, присущие закупочному факторингу в текущих условиях, оставляют ли будущее для этого продукта в России, и каковы его, в принципе, перспективы, может быть, в более длительном горизонте? Доброе утро, коллеги. Карнадин, спасибо только за правильно, красивый, развернутый вопрос. Я даже не знаю, наверное, половина вопроса, половина ответа. Соглашусь, что на рынке с выходом банков, банк, наверное, решили свою техническую проблему по реферсивному факторингу. Сложность взимания комиссии, работы с дебитором, после того, как решились эти вопросы, начался рост. Я не участвовал в дискуссии в ВФК, когда мы обсуждали, я не обсуждал, вы обсуждали вопрос, что такое закупочный и реверсивный факторинг, как его мерить, как его считать. Я просто знаю вывод, что к общему мнению не пришли, поэтому я расскажу, что у нас в Альфа-банке. В Альфа-банке у нас простой реверсивный факторинг. Закупочным я, в принципе, называю работу с дебитором. Конфермент это тоже закупочное, тоже, в принципе, такие тонкие грани, в основном технического сопровождения. Поэтому реверсивный факторинг мы начали действительно продавать где-то со второй половины 2012 года. Доля его росла, росла вместе с долей безрегрессного факторинга, потому что, в принципе, они по сопоставлению риска, это один и тот же продукт, только разная техника сопровождения. Крупные компании действительно проявляли интерес. Но вот, скажем так, проанализировав базу клиентскую, не знаю, я не знаю, как все на рынке, потому что нет отдельной статистики по реверсивному факторингу. Но крупные имена, крупные дебиторы топ, в основном пользовались безрегрессным факторингом. А реверсивным факторингом пользовались какие-то определенные лидеры рынка, то есть это не топ-10 рынка, ниже. Соответственно, как только начались кризисные явления, возникают трудности. Те имена, особенно, как белый ветер цифровой и другие игроки на рынке электроники, они себя не очень стали чувствовать уютно в экономическом кризисе. Но доля, вот безрегрессного факторинга реверсивного у нас очень росла. Соответственно, во второй половине 2014 года из-за ужесточения подхода к кредиту кредитного риска произошло снижение объемов. Я думаю, что это произошло у всех банков, у основных игроков на рынке, так как риск один, один дебитор, и мы с ним потом решаем вопросы, отсутствует диверсификация, мы с ним решаем вопросы, как он будет погашать задолженность. В текущей ситуации реверсивный факторинг и безрегрессный факторинг являются бланковым кредитом в банке. Со второй половины 2014 года и сейчас в первом квартале бланковое кредитование в принципе не является распространенным продуктом в банке, соответственно, ограничения введены на безрегрессный реверсивный факторинг, но мое мнение, что будущее реверсивного факторинга, конечно, существует, потому что спрос на него есть, он активен, есть спрос на коммерческое кредитование, если вопрос с НДС будет решен, то в принципе это будет таким драйвером роста для реверсивного факторинга, в том числе, я знаю, что Антон ожидает, что после решения этого вопроса увеличится большая доходность у ВТБ на размер НДС. Посмотрите на динамику безрегрессного факторинга, может тоже сделать вывод, что с 2010 по 2013 год рынок доля безрегрессного факторинга увеличилась в два раза, это порядка 16% для 33%, но если не ошибаюсь, эти данные, которые я видел предварительно за год, там уже и снижение доли рынка безрегрессного факторинга. Ну и, соответственно, мое мнение, что в 2015 году и в последующем все будет зависеть от аппетита к риску в банковской среде, не знаю, как факторинговых компаниях, и мое мнение, что в 2015 году, наверное, рынок безрегрессного факторинга реверсивного упадет на треть от оборота 2014 года, то есть будет, наверное, порядка не более 20% от общего оборота рынка. Спасибо большое. Благодаря вам повышается градус дискуссии, начинаются бывать жареные факты, скандалы, интриги, расследования побольше, пожалуйста, обращаясь к следующим выступающим, особенно к тем, кто в зале копит вопросики. Вот в наш виртуальный шар, куда мы скидываем бумажки с прогнозами, которые вскроют Дмитрий в следующем году, что готов бросить. Я консервативно подхожу к прогнозам. Наверное, я думаю, что процентов в 20 будет снижение. Вопрос, в чем мерить, в обороте уступленных денежных требований или в обороте финансирования. Я согласен с Романом, что, наверное, это не очень принципиальная такая позиция. Вот я знаю, что игроки на рынке сейчас очень так сильно осуществляют дискуссию на предмет, что все-таки главнее, объем в обороте уступленных денежных требований или объем финансирования. Вот мое мнение, что сейчас рынок идет просто в эффективность. То есть кто умеет зарабатывать на обороте без финансирования, тот будет продолжать наращивать обороты без финансирования. Кто умеет зарабатывать только на объеме финансирования, тот будет вынужден финансировать. Поэтому я думаю, что будет снижение объемов рынка точно процентов на 20, но остальное, каждый игрок, участник рынка будет формулировать свою позицию в зависимости от того, какая у него стратегия. То есть, если стратегия будет симбиоз от финансирования от оборота, то будет консервативный подход. Если от оборота, то будет наращение оборота без финансирования. Если с финансированием, то, ну, не знаю, я думаю, что мы увидим интересный кейс в 2015 году. Спасибо. Александр, переходя в все-таки привычный беспорядок, вот хотел бы задать такой вопрос. На рынок, наверное, можно сказать, что сейчас влияют еще два таких фактора с разнонаправленной динамикой, как принято говорить, у аналитиков. С одной стороны, падение курса рубля, безусловно, ударило по импортеру и ударило по достаточно традиционному сегменту, скажем так, факторабельного бизнеса, да, то есть это товары народного потребления, все то, что, не знаю, FMCG, водовая электроника и так далее, и тому подобное. С другой стороны, у нас есть импортозамещение, и по идее, должны были появиться в большом количестве новые компании на рынке, в первую очередь, безусловно, продуктов питания, которые вполне себе потенциальные, хорошие клиенты для факторов. Тем не менее, могу сказать, поделиться, смотря на портфель компаний, в которой работают, не могу сказать, что сильно много поставщиков рязанской моцарелы у нас добавилось. Может быть, у нас так? Какой ваш опыт? Как вы оцените влияние на рынок этих двух факторов в этом году? Спасибо, Корнелл. Добрый день. Ну, эти два фактора очень важны, конечно. Единственное, что я бы хотел выделить, другие два фактора, которые являются первой причиной, там, скажем, всех тех состояний, в которых мы сейчас находимся. Это цена на нефть и реакция банка на ту макроэкономику, которая у нас происходит в стране. Вот эти два фактора, соответственно, они оба, которые вы назвали, они оба зависят от цены на нефть. То есть, много у нас разговоров в стране о том, что вообще зависит от цены на нефть, и в очередной раз я убеждаюсь, что все у нас зависит от цены на нефть. И как зависит рынок факторинга, и в том числе его объем от цены на нефть, он, в принципе, сейчас как раз проявляется в полной мере. То есть, вот этот вот фактор изменения курса, он фактически, ну, то есть, я не буду рассказывать, как он зависит от цены на нефть, изменение курса, естественно, приводит к существенным инфляционным процессам, вот, вследствие чего правительство, вынужденный центральный банк реагировать на них, подняв учетную ставку. Учетная ставка, соответственно, тянет за собой увеличение процентных ставок банков и факторов. Те, в свою очередь, понимают, что, сделав такую ставку достаточно большой, они подвергают риску собственных клиентов. Клиенты, особенно производственные, эту ставку, естественно, не тянут. Вот, торговые компании, ну, пытаются приспособиться, но это тоже занимает время. После чего банки, в свою очередь, понимают это, и факторы, в свою очередь, пугаются. Вот, и начинается процесс изменения рисковой политики. То есть, вот это вот движение, оно начинается сверху и до самого низа. У нас меняется фактически рынок, у нас меняется структура клиентуры, у нас, может быть, даже меняется структура участников рынка, те, кто психологически не выдерживает или, допустим, не готов к таким ситуациям, они просто начинают, как страуса, засовывать голову в песок, сокращая портфель. Вообще, есть различная информация, то, что кто-то даже хочет уйти из рынка. Вот, у нас сейчас очень интересное время, соответственно, и вот здесь Роман Владимирович сказал, что, в общем, неважно уже, как у нас вырастет партия, вырастет у нас рынок или не вырастет. Я даже знаю, почему он, то есть, он так говорит. Сейчас время, прошло время сытое, когда, собственно, предложение на рынке факторинга превышало спрос, и все следили за тем, как будет расти рынок, с тем, чтобы свой пирог, каким-то образом, свою часть пирога откусить. Это было важно и значимо. Сейчас все акценты смещены на рисковую политику, и, в общем, уже, в общем, неважно, что делает там сосед, самое главное, что делаешь ты сам. Вот, в этой ситуации, в условиях этих движений, именно, получается так, что теперь спрос превышает предложение, и у нас, со мной стороны, уменьшается конкуренция на рынке, а, с другой стороны, в некоторых сегментах, в тех, которые большинство факторов считают менее рискованными, усиливается. И вот это вот все, как вот Брауновское движение происходит. Не важно, что, тут уже количество факторов начинает зашкаливать, мы все тут сидим, и вот под видом таких ученых мы уже пытаемся гадать на кофе мегущие, и размышления там, какой, сколько же будет рынок, в итоге, допустим, в конце 15-го года. Ну, по крайней мере, вопрос звучал именно так, да? На мой взгляд, я согласен с Романом Владимировичем, и думаю, что это совершенно не важно. Здесь надо просто, мне кажется, для себя отработать вот эту вот, как бы, защитную линию, свои собственные риски, вот, и куда мы в итоге приплывем, но это интересно, конечно, но здесь важнее уже не итог, а сам процесс, то есть тот челлендж, который, собственно, у нас происходит. Что касается вот этих вот двух факторов, которые у нас, собственно, которые влияют, а не, да, конечно, курс доллара. Я вообще прогнозировал рынок уже не в рублях Российской Федерации, а в единицах товара, проданных, ну, нашими клиентами, соответственно, на рынке по сравнению, там, с 2014-м году. И пришел к выводу, что у нас, естественно, будет существенно падать продажа импортной продукции, вот, и в том числе в сегменте ВМСЖ. Вот, будет расти, естественно, импорт-размещение, но не так быстро, потому что страна к этому не готова. Вот, инфляционные моменты, естественно, сократят спрос, вот, но в таких факторабельных секторах, как продукты питания, он все равно упадет не слишком, я думаю, что, может быть, процентов на 20. Вот. Что это значит? Значит, что у нас в внутральном поражении упадет продажи, но, если учитывать, что импортные товары подскочатся в цене почти на, почти увеличится вдвое, а отечественные все равно, учитывая инфляцию, все равно вырастут там на 20-30 процентов, то вот здесь можно гадать о том, что на самом деле наш оборот вырастет, да, вот. И тут как раз включается второй фактор, который говорит о том, что реакция банков на это будет, ну, такая знаменательная. Вот. Некоторые уйдут с рынка, некоторые просто сократят свои, то есть увеличится, допустим, отношение к рисковую, рисковая политика усилится и так далее и тому подобное. И вот здесь вот уже вопрос непредсказуемый. То есть кто насколько испугается, вот. Вот это самый большой вопрос. Да, действительно. Александр, знаете, особенно зацепила ваша фраза «не важно, что делает сосед». Потому что немногие знают, что у нас с Александром окна кабинетов смотрят друг на друга, мы утром приходим, здороваемся. Александр, если приглядываться, наверное, даже различает буквы на моем мониторе. Поэтому, ну, можно сказать, что неважно, что это сосед. Потому что монитор развернут мою сторону, а мой монитор, собственно… Предусмотрите. Да, да. Предусмотрите. Там ДСС. Да. На моем компьютере в нашей компании никогда не бывает еще секрет. Нет, ничего серьезного. Именно по этой причине. У меня специальная роль, учитывая вашего. Виктор, еще раз ломая стереотипы, всегда, вот, глядя на вас, первое, что лезет в голову, какой-нибудь вопрос интересный про малый и средний бизнес. Но учитывая, что после обеда целая презентация на эту тему, все-таки немножко о другом. Вот специально не спрашивал, и на самом деле никто специально следил в своем выступлении, не затронул такую тему, как то, что творится в наших регионах. Я имею в виду, в принципе, там, где есть присутствие факторов и, в принципе, в регионах России. Ваше мнение, учитывая то, что факторинговые компании Live достаточно обширная региональная сеть, как клиенты проходят через этот кризис, как себя чувствует бизнес, факторинговый бизнес в регионах. И, безусловно, понимаем, что и в прошлой кризисе, и, наверное, сейчас, наверное, перед многими компаниями в полный рост станет проблема экономии на расходах, в том числе на региональной сети. И это может оказать дополнительное давление. С другой стороны, есть мнение, что как раз региональный бизнес, у которого более ограничен доступ к кредитным ресурсам, может послужить дополнительным и более серьезным источником роста проблемной задолженности для факторов в 2015 году. Ваше мнение, пожалуйста, если можно, ваше мнение. Я думаю, что менеджмент в целом смотрит куда-то вперед, потому что все доходы в регионах, они не сейчас, а чуть позже. И вот у кого не спрошу, это у всех примерно так. То есть, чтобы мы не питали иллюзии, наверное, там для подавляющих из твоих игроков, ну для кого не так, можно сразу поправить, Москва и Московский регион остаются стойные коровы, ну вот с точки зрения прибыли. То есть, если соотношение по портфелю и по тем рискам, которые мы принимаем, условно говоря, там 50 на 50, то соотношение по прибыли между Москвой и регионами совершенно другое. Это неприятный факт. По большей степени мы с ним миримся в силу наших амбиций, на самом деле, того, что мы хотим видеть в себе компанией с федеральным присутствием, компанией, которые работают во всех регионах. Но если говорить исключительно там о периодстве параметры прибыли, то регионы на ближайший год, как мне кажется, не являются источником значимой прибыли для бизнеса в целом. Связано это с рядом моментов, наверное, даже не только с тем, что качество портфеля там как-то драматически хуже, а с тем, что есть цена сетки, она принципиально отличается от московской, все-таки офисы здесь компактные и в силу там изменяющейся конъюнктуры, нам надо элементарно больше ездить по регионам, какие-то решения принимать, какие-то выездные вещи, это все стоит денег. На самом деле, если мы все начинаем говорить о оптимизации портфеля, то в первую очередь возникает пласт точек, которые по большому счету зарабатывают ровно столько, чтобы отбивать аренду и зарплаты персонала. Это не очень комфортно, на самом деле. Самое неприятное в этой истории, что чудо в ближайшее время не произойдет, не будет ни через Кланталу, ни через два какого-то ренессанса регионального. Наверняка есть успешные практики у коллег, вот я помню, с большой горлостью презентовали историю северного завоза и прочие вещи. Я склонен считать, что это такие локальные успехи на очень сложном фронте. Еще одна штука, которую я хотел сказать, сегодня с утра перекинулся словом с одним из руководителей бизнеса. Очень интересная штука, обратил внимание. Картинка успешных регионов вот у нас, она абсолютно не идентична. И это настолько интересная вещь, она меня даже немножко шокирует иногда. То есть, конкретно, например, город А, фактор номер один в нем крайне успешен, имеет крупный портфель при исходном клиентском предложении, у фактора номер Б просто галяка и постоянно возникают мысли о закрытии точки. У этих же самых факторинговых компаний или банков в городе Б диаметрально противоположная картина. Собственно, вывод тетал простой, что как-то не работает, наверное, ставка только на методологию, на удаленное управление процессами через бумаги, через какие-то статистические показатели. Работает ставка на людей, на самом деле. А вот любая ставка на людей – это путь таких проб-ошибок. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Многие, понимаете, вообще считают, что единственное, что они должны делать нормально – это подбирать хороших людей, а дальше все само срастется. Вот мы, наверное, процентов на 60-70 вот в эту штуку верим, что очень многое зависит от персонала и его вовлеченности. Много времени сейчас тратим на то, чтобы люди адекватно воспринимали реальность. Вот сейчас я слышал полную такую палитру взглядов от осторожного оптимизма до оголтевого бессимизма в части будущего рынка. На мой взгляд, если мы не поменяемся, если будем работать по старым лекалам, то, ну, скорее пессимизм водоплодает, мы сами там приплывем, очевидно, куда-то вниз по течению. То есть надо меняться. Как правило, там центр изменений – это все-таки хед-офис. То есть как бы его не любили в регионах, не гнобили, но по большому счету какие-то преобразования, методологические, просто элементарно защитить рукава и прочее происходит из центра. Вот очень важный процесс, чтобы это понимание картинки мира, как она поменялась, до регионов тоже доходило. Мы сейчас, ну, наверное, там на две трети, там на три четверти этот путь прошли. Вообще вот год ведь он такой, что нам всем с вами, вот я вижу, здесь все есть в костюмах, в платьях, всем надо рукава засучить. И там работ гораздо больше, чтобы достигать, там, тех же результатов. Очень, там, критично при этом принимать адекватные решения. К сожалению, в отношении региональной сетки это иногда некомфортное решение. Мы все говорили о диверсификации рисков. Ну вот, знаете, поскольку каждый отдельный портфель точке несколько меньше, она более уязвима, что ли, к каким-то концентрированным рискам. Вот вспоминается какой-то наглядный пример. Вот есть йоги, которые часто показывают, они там на постели из гвоздей спокойно ложатся и так далее. И там гвозди к гвоздику. Это, на самом деле, очень хорошая картинка диверсификации. Когда у вас целая куча клиентов, вы можете на вот эту вот череду гвоздей очень даже неплохо улечь и считать, что все нормально. А если у вас будет один гвоздь, ну, каким бы йогом вы ни были, вы травмируетесь. Так что наше видение ситуации следующее, что ни от какой региональной стратегии мы не отказываемся, это в первую очередь вопрос принципа и того, насколько компания смотрит в будущее. То есть любой федеральный бизнес, если он четко позиционирует, мы отказываемся от региональной сетки, это, на мой взгляд, колоссальный шаг назад. Мы в это верим. Но сейчас мы находимся на дне экономического цикла, и денег это особых не приносит. По большому счету это ставка на год-два вперед. Если говорить о нашей вот сетке, ну, у нас порядка 20 региональных центров, то, наверное, мы их расширять не будем. Будет некая миграция, если хотите. То есть неуспешные точки там закрываются, мы комментируем тем, что открываем точки в тех регионах, которые оказываются более правильные. Ну, вот, наверное, такая картинка мира. Виктор, а вот с учетом ответа, может быть, по поводу прогноза получится дать цифры в двух разрезах? Динамика рынка в регионах и в столицах? Или получится? Попробую. Смотрите, у фактуинга в бизнес вообще есть такая опасность, и рынок, кстати, проходил, это свалиться в такое вот, ну, пирамидальное развитие бизнеса. То есть на очень быстром росте легко маскируются любые проблемы, и мы это уже проходили неоднократно. Сейчас ведь на самом деле происходит не только кризис сам по себе, что там прибыли стали меньше, улыбки не такие яркие, глаза не так горят. Сейчас идет еще очень мощная проверка наших всех бизнес-моделей, они у нас у каждого разные, на вот эту самую пирамиду. То есть кто строил там принципиально бизнес-модель, исходя из вот такого роста бизнеса, мы это называем клюшкой, то есть вот на графике вот он так вот идет вверх, то сейчас им очень тяжело. По большому счету, вот если о нашем опыте говорить, мы примерно целый год, наш портфель примерно стоит на одном уровне, вот этот экзамен мы уже сдали. Это непростой экзамен на самом деле, так что в части объемов рынка, именно с точки зрения открытых рисков, я думаю, что все-таки я не такой пессимист, как коллеги, в рублях мы во всяком случае чуть подвырастим. Если говорить о наших конкретных прогнозах, ну процентов на 10-15, причем есть возможность сделать определенный революк. А вот неожиданно было просто насчет регионов и Москвы, я думаю, что Москва обманет регионы. Сейчас очень большой поток клиентов, не скрою там от коллег по цеху, никогда не называемых конкурентами, это дело чести, но случатся компании, которые для нас даже иногда слишком значимы, но мы видим колоссальный потенциал. Это больше касается Москвы, все-таки бизнес у нас до сих пор централизованный. В регионах, ну, сложно сказать. Я считаю, что региональный портфель несколько снизится. Там процентов на 15-20, соответственно, Москва приносит на те же там 20-20, это суммарно это будет чуть-чуть вверх. Спасибо, Виктор, записано. Ну что, как говорят истинные французы, last but not the least speaker, Жан Паскаль. Переходя к вам, Росбанк Фактуринг, достаточно уникальный, один из уникальных игроков на российском рынке фактуринга, безусловно, иностранный игрок. Вы часть глобальной группы, группы Societe Generale, которая имеет опыт прохождения кризисов, многочисленных кризисов и при этом в разных частях нашего света и в развитых странах, и в развивающихся и так далее. Насколько опыт группы, я вот такой вопрос хотел бы вам задать, полезен конкретно для вашей компании, для Росбанк Фактуринга, который оперирует на российском рынке здесь и сейчас в условиях этого кризиса. И, может быть, есть какие-то интересные вещи, которыми вы могли бы поделиться, а, возможно, Росбанк Фактуринга богатил этот опыт группы своей работы на российском рынке, я имею в виду, в первую очередь, в положительном смысле. Спасибо, Кондю, за вопросы. Ну, поскольку всем немного скучно, я предлагаю ответить по-французски. Нет? Ну, хорошо. Тогда я стараюсь ответить по-русски. Ну, это правда тяжелый вопрос. Я работаю 16 лет в соцсети женерал-группе. И это трудный вопрос, потому что я думаю, что я не учал управлять кризисом в соцсети женерал-группе. Но я могу сказать, что в соцсети женерал-группе мы всегда стараемся готовиться к кризису заранее. И я думаю, это очень важно. Когда есть кризис, я думаю, мы думаем, что это уже слишком поздно. И это не только мое мнение, потому что я могу говорить, что мы вообще много проектов финансирования сейчас согласуются с Парижем. Ну, поэтому я все равно должен быть осторожним и предусматривать возможные риски заранее. И как мы можем предусматривать и уменьшивать наши риски заранее. Ну, я думаю, что вообще, когда ваши клиенты или, ну, даже когда моя команда начинает жаловать обо мне, значит, что я прав. Ну, что значит? Ну, я могу видеть несколько примеров и несколько видов рисков. Ну, конечно, мы можем говорить об кредитной риске. Ну, это очень, очень важно и очень просто. Ну, в принципе, соцсети женерал, в принципе, ну, мы всегда приоритетно работаем с крупными людей, ну, с клиентами, с компанией, которые уже клиенты, не только группа Росбанк, но группа соцсети женерал. Это очень важно. Почему? Потому что мы уже знаем их, и мы всегда стараемся подтвердить их бизнес. И, ну, мы этим создать только срочные отношения с ними. И это нет, моя стратегия здесь в России, это нет, ну, стад, первые, первые факторинговые компании в России. Это подтвердит мои клиенты. На пример тоже, это нет секрет, что в Росбанк Факторинге мы очень давно работаем по срочным факторингу без регресса только с компанией, компанией, строевания. Тогда мы уже говорили об этом. Да, это правда, что сейчас такие строевания уменшают лимит, лимит и это, ну, это труднее работать с ними, но вы не можете только подождать кризис, чтобы начать работать с такими компаниями. И если вы уже работали с ними, у вас есть еще строевания. И у нас есть еще строевания сейчас. Если мы говорим, если мы говорим об другом риске, это, конечно, риск связанный с поставщиками. Ну, как я обычно скажу, перфоманский риск. Это риск, чтобы поставщик не выполнить обязательств. Ну, сто во раме или сто во раме. Ну, я знаю, что мои клиенты и они очень любят жаловать себя, потому что я всегда хочу работать, финансировать на основе оригиналов документов. Я знаю, что это большая проблема здесь, но это очень важно. Это очень важно. У нас была проблема недавно и мы получили все деньги. Это очень важно. Но в этом риске я тоже могу говорить об уведомлении, потому что я знаю, что я всегда хочу финансировать, когда я получил такое уведомление подписание. Я знаю, что все компании не так работают. Но если у меня есть проблема сейчас, у меня такой документ. И это правила соцсетей генеральной, это правила нашего группы. Есть два момента. Я думаю, что я могу говорить. Первое, это юридические риски. Я буду сказать только один, маленький пример. В году 2011, мы сразу закончили работать с компаниями алкоголами. Потому что мы думаем, что это большой риск. И мы, правда, мы, это наш бизнес. Мы, это наш бизнес. Мы, это наш бизнес. И это наш бизнес. Мы, это наш бизнес. Мы так подготовили себя к крисису. И следующий момент, я могу говорить об, что мы обтянем. Я вижу на рынке, что многие коллеги предлагают фиксирование ставки. Мы так не работаем сами. Почему? Ну, впервые, потому что, когда ставки, ключевые ставки растут недавно, мне потеряли деньги. Мы смогли продолжить, финансировать наши клиенты. И это очень важно тоже для клиентов. Потому что, ну, для они, я думаю, это более прозрачной ставки. Тогда мы говорим, мы скажем, что, ну, цен будет масс-прайм плюс парджет. Тогда они знают, они знают, что это. Тогда это только несколько примеров, чтобы мы хотели обтянем, как мы не управляем кризисом, но мы стараемся подготовиться к нему. И это, правда, наша стратегия. Тогда, да, я знаю, что мы иногда предлагаем бизнес. Я знаю, что иногда мы предлагаем клиентов. Но это наша стратегия. И, как я уже сказал, в социете генерале, мы всегда хотим создать долгосрочные отношения. И, пример, у нас клиенты факторные здесь уже с 10 лет. Сами клиенты. Тогда мы вместе прошли через кризис 2028 года. Но мы всегда работаем вместе. Наконец-то, я пробую делать очень корреку, но, наконец-то, я чувствую отдать с этим. Мы маленькие ответы. В факторинговой компании, что мы можем подготовиться к кризису, это сохранить персонал. Сохранить персонал, особенно, который уже работал в условиях кризиса. Потому что они знают, что это. И они будут понимать, почему мы должны подготовиться к кризису заранее. Спасибо, джон Паскаль. И традиционный вопрос по поводу прогноза рынка. Ну, я согласен с другими коллегами. Я думаю, это очень трудно говорить о рынке. Потому что у нас все разные стратегии. В частности, Сбербанк тоже пришел. И я думаю, они будут менять ситуацию и объем рынке. Я могу говорить об Росбанк Факторинге. Как вы уже понимаете, я думаю, что мой приоритет сегодня, это подтвердить текущие клиенты и развивать, если возможно, бизнес, но только в расши условиях риска. Тогда мой приоритет в текущий год не так развивать наш бизнес. Я думаю, что наши объемы будут уменьшивать 20% в текущий год. Спасибо. И отдельное спасибо за усилия. Я могу сказать, что мне в свое время гораздо больше времени понадобилось, чтобы так говорить по-французски, как и сегодня по-русски. Давайте отдельно походим. Я уверен, что если случится чудо и рынок все-таки в этом году вырастет, мы все, наверное, не только станем более лучше одеваться, но и ассоциация сможет позволить себе оборудование для синхронного перевода. На следующей конференции у нас будет больше иностранных гостей. Коллеги, вот на этом обязательные вопросы... Я точно всех... Так, вроде всех опросил. Обязательные вопросы исчерпаны, есть дополнительные, но я хочу дать возможность вам высказаться, задать ваши вопросы. У нас есть один микрофон здесь, и мы, я думаю, готовы поделиться, будем еще одним микрофоном с трибуны. Дмитрий, чтобы микрофон... Коллеги, просьба, кто... у кого горит первый вопрос. Ну, корнель дезатравки, как предстоит управление. У нас сегодня панельная дискуссия, в частности дискуссии лидеров рынка по 2015 году. У меня вопрос ко всем участникам. Это отраслевые источники роста, которые вы можете видеть для себя на 2015 год. Уточню свой вопрос. В 2013 году существный рынок вырос на 160 миллиардов рублей, когда Сателема показала обороты по формам. На протяжении всего перед времени, как я сегодня сказал, значимый объем рынка давал автомобильный сектор. У нас в свое время 8 автомобильных марок обслуживаются по фактуре. Большие объемы были в сегменте торговли бытовой электроникой. Взаимоотношения поставок на Эльдорад, на Связной, на группы компаний Арканата, группа Авирса, известны многим компаниям Формоза. Поэтому в этом году, да, там существенный вопрос ограничений рисков и аппетитов. Тот же самый вопрос проходит в метро-речесторах. То есть как лидерынка для себя видят те отрасли, если мы возьмем кроме ФСНЖ, как источник дальнейшего объема? Антон, я позволю себе в своем стиле ответить. Я тебе не сказал, что нам все равно, что будет с точки зрения роста рынка. Так вот, абстрагируясь от каких-то экстремальных примеров, нам все равно, относительно все равно, в каких отраслях работать. Я поясню вот эту кромольную мысль. Дело в том, что, и это, наверное, наш опыт из предыдущих кризисов, ни одна отрасль экономики Российской Федерации не прекратила свое существование. Из этого можно сделать вывод, что в любой отрасли есть компании, которые с кризисом не справятся. И в любой отрасли, даже самой сложной, найдутся компании, которые за счет правильной стратегии, гранатного управления финансами и финансового планирования, правильного маркетинга и ведения рынка смогут найти свою нишу и не только защитить ее, а освоить тот объем, который отвалится от уходящих с рынка игроков. Поэтому, мне кажется, что вопрос отрасли, безусловно, он некий общий портрет клиента рисует. Но, какая бы ни была отрасль, надо сейчас смотреть клиенту в глаза. Желательно, светя в них фонариком. У нас есть определенная специфика, у нас немножко поменьше клиента, больше диверсификация. Мы больше смотрим на все отрасли, которые связаны с конечным спросом. То есть, это не МСЖ, в первую очередь, а вообще, в том числе, сектор услуг, который на текущий момент, мне кажется, недоохвачен. Не знаю, там, каждый волк выбирать там свой путь. У нас все-таки есть 100 подраслей, и я этого не стесняюсь, честно, это выстроенный опыт. Иногда, если ты считаешь, что статистика тебе перегревает, и ты в среднем в этой отрасли больше теряешь, чем приобретаешь, может быть, есть смысл перестать кушать этот кактус. Понятно, кактус останется, но будет очень неприятно. Так что мы, в первую очередь, делаем акцент на работу с, конечно, способом в любом его проявлении. То есть, первоначально все это начиналось от FMCG. Сейчас мы идем в сектор услуг, мы идем в то, что касается, в том числе, каких-то арендных вещей, логистических. Но это некая специфика. Мы пробуем, насколько эта факторабельная отрасль пока получается нормально. Какие еще вопросы? Давайте я прокомментирую. Я вот соглашусь с Романом, соглашусь с Виктором. Наверное, ну а мы в банке доверяем отраслевой экспертизе наших специалистов. Потому что Альфа-Банк всегда считался сильным с точки зрения отраслевой экспертизы. И вот наше мнение по факторингу, оно всегда совпадает. Ну, как ни крути. Поэтому мы будем смотреть на клиентов, будем смотреть на дебюторов, будем смотреть на отрасли. И будем ориентироваться на мнение нашего внутреннего мнения отраслевой экспертизы. Уважаемый Президиум, спасибо за развернутую дискуссию. На вход этой дискуссии прозвучало, что рынок будет у кого-то расти, у кого-то падать, у кого-то останется ли измена. Кто сказал, что рынок будет расти? Кто сказал, что рынок будет расти? У Виктора рынок будет расти, он планирует прибавить в бизнесе. Да, рынок Виктора будет расти. И он свой рынок будет расти. Я хотел бы задать вопрос, и опять же прозвучало как стратегия на этом рынке сегодня. Прозвучала стратегия от того, что остаться сильными компаниями крупного бизнеса, опираясь в том числе на отраслевую стратегию, на крупных лидеров рынка, переждать этот кризис. Позвучала мысль о том, что давайте работать как можно больше, диверсифицируя портфель больше средних и небольших клиентов. Вопрос все-таки к людям, которые пережили три кризиса, наверное. Это к Александру и к Роману. Все-таки как правильно стратегия? Работать с большим количеством средних и малых клиентов или приплепиться к крупным клиентам и переждать этот рынок с ними? Спасибо. Спасибо, Петр. Даже не знаю. С одной стороны, очень приятно, что нас с Александром так выделили. С другой стороны, я надеюсь, это все-таки не по возрастному признаку. У нас свинока история простая. История простая заключается в том, чтобы избегать катастрофических крупных рисков. И в этом плане нам не так важно, насколько большого клиента мы рассматриваем. Нам важно именно этот размер с точки зрения структуры дебиторки, то есть конечной точки входа. Это может быть крупная компания с очень большим числом дебиторов, с хорошей концентрацией риска. Это может быть компания-представитель сегмента МСБ, но тоже с более-менее понятной дебиторкой. Потому что основная наша фишка, то, что мы стараемся продавать клиента, это аутсорсинг кредитного менеджмента. Это фактура без регресса на поставки в адрес в основном МСБ на не очень крупный сумм. Вот, собственно говоря, этот опыт мы хотим сохранить. И в этом плане есть один очень хороший пример. Есть известная компания, которая очень серьезную долю занимала на рынке. факторинговой индустрии, очень хорошо известная, в том числе и компания La Verna. В Санкт-Петербурге один из крупнейших был дистрибьюторов по стройматериалам и так далее. В общем, не буду уходить в детали, то, что компания подкосила несколько факторов. Но факт остается в том, что у нас на пике общий портфель по этой компании был, наверное, миллионов 600. По итогам того, что компания уже дефолтнула в процессе сбора дебиторской задолженности, мы собрали задолженности больше, чем был портфель. И вот этот остаток финансирования, непрофинансированного кэша, который мы собрали с дебиторов, потом еще думали, что с ним делать, хотели оставить себе, закон не позволяет, отдали в конкурсную массу. Но вот это хороший пример на том, что несмотря на то, что компания уже практически была в банкротстве, работа качественная, предварительная с дебиторкой и сопровождение дебиторки позволяет, несмотря на все проблемы с которым может столкнуться клиент за счет этой дебиторки, полностью закрыть эти риски. Прежде чем передать слово Александру, я хотел бы в первую очередь поблагодарить Петра, потому что он не только задал интересный вопрос, но тут же создал интригу, потому что он причислил Александра к старожилам рынка, но не уточнил какого из Александров. Да, спасибо за вопрос, но если ответить по поводу сегментации, то, безусловно, компания Банк, наверное, выбрал для себя ключевыми, это сегменты средний и крупный бизнес. Чем больше клиентов, тем больше дебиторок клиентов, тем, безусловно, на наш взгляд, больше есть возможности спасти ту дебиторку, ту часть дебиторки, которая дефолтилась. Ну, если вкратце, то так. Александр, не хотите ли добавить что-нибудь? Ну, если говорить об истории, да, то есть в основном это ситуация 98-го года, 2008-го года, да, что там еще это, 2004-го, но это не серьезно, по-моему, долго, да, вот, то на самом деле самая лучшая стратегия, которая, ну, не получается, на самом деле, придерживаться постоянно, это финансирование крупных, может быть, даже системообразующих компаний, но с регрессом и очень большой диверсификацией по дебиторам и отсутствием концентрации. Это идеальный вариант, при котором и вроде как и риски диверсифицированы, и мы опираемся на достаточно устойчивую компанию. В том случае, если, вот, как прием с Лаверной, я, по-моему, правда, еще кредит до сих пор, вот, ну, и остатки, вот, но это кредит, дефакторик. Вот, то мы либо надеемся на то, что устойчивость компании позволит по регрессу погасить финансирование, либо именно большая диверсификация дебитора позволит произвести ту операцию, от которой говорил Роман, то есть собрать всю дебиторку. И у нас такие примеры были и в нашей истории. Вот, все остальное, это, конечно, либо концентрация риска и возможность больших потерь, либо тоже концентрация риска, но уже маленьких клиентов, тоже риск потерь, и все там бывало. Вот, поэтому, ну, я хочу сказать, что это идеальный вариант, который, ну, недостижим, то есть его нигде нет ни у какого из факторов. Вот, и они грешат различными другими ситуациями. Вот, а так вот, если идеальная картинка, то такая, наверное. Спасибо, у нас есть вопросы. Коллеги, у меня два вопроса, вы позволите. Вопрос первый, безотносительно к кризису, про рынок факторинга как такового. Вот, в терминах penetration ratio, скажем, по количеству клиентов, 9000 клиентов, это где-то 0,2% от юридических лиц российского рынка. В терминах портфеля, как уже говорилось, это где-то 1% от корпоративного кредитного портфеля банковской системы. Что не так в датском королевстве? Почему так мало? То ли факторинг не нужен, то ли он какой-то не такой. Да, вопрос такой, но вызывающий, но постараюсь ответить максимально корректно. Продукт относительно новый, ко всему новому относится с подозрением. По большому счету, тот потолок, на который мы смотрим, там, в Европе, в Америке, он гораздо выше. Рынок в России, он не очень зрелый, честно говоря, в том смысле, что наш клиент, он в первую очередь хочет от нас денег. Если рассматривать только эту составляющую, то факторинг иногда проигрывает кредиту. Ему пока не интересны все там сопутствующие фишечки. Это во-первых. С другой стороны, это, может быть, моя частная точка зрения, у нас кредит в стране был в среднем слишком дешевый. Это исходя еще из того, что в свое время у нас был достаточно большой поток зарубежных средств, которые аккумулировали сначала крупные банки, потом все это в экономику вливалось так или иначе. Сейчас эти ставки выросли, факторинг находятся в неком преференциальном положении. То есть, вот отвечая на простой такой же диска просто как дела плохо, как дела у соседей еще хуже. Соответственно, факторинг сейчас догоняет кредитный рынок. И на мой взгляд, вот мы все строим там свои стратегии на пятилетнюю баспинтирую и так далее, а мы видим то, что факторинг будет догонять. Мы не считаем, что он когда-то обгонит кредитный рынок, но вообще-то во многих странах это такие сопоставимые штуки. Понятное дело, ставится задача, что мы должны стать рынком большим объемом, чем рынок кредитования в стране. Это, ну как, на Ильяну Шекспира замахиваться тоже можно, но надо сначала еще школу охончить. Вот мы сейчас на этапе этой школы находимся, а оценки пока получаем хорошие. Это радует. А то, что цели вы нам такие амбициозные предлагаете поставить, так это классно. Мы скорее всего их добьемся только дайте время. Второй вопрос. Кто-то еще? Я в начале года, наверное, прошел самым большим консерватором и пессимистом по рассмотрению российского рынка факторинга. И на уровне вашего вопроса, почему мы не достигаем, есть несколько аспектов, предопределяющих, что мы делаем. Факторинг встраивается либо в кредиторку, либо в дебиторку. Соответственно, рассмотрим кризис основные моменты, когда мы хотим строиться в кредиторскую задолженность. Безусловно, каждый хочет купить задолженность качественного, хорошего дебитора. Лучше это будет торговая сеть, государственная компания, крупная промышленная компания. Все остальные работают со своими поставщиками. Такое понятие, как экосистема работы с поставщиками, я в 2014 году уже забыл. Потому что, как я сказал, крупные компании во время кризиса, для них источник бесплатный оборотного капитала, как примером видео, у которого нет обоговой нагрузки. Это осрочный склад поставщиков. Вопрос крупным компаниям. Зачем пускать свою кредиторку в факторевую компанию, которая сильнее поставщика, жестче, у которой в отношении одни только заплатить деньги и не все, и на которую влиять будет проблематично. Именно поэтому за прошлый год весь оборот на рынке, который был связан с большой монопольной железнодорожной госкомпанией, с рынка ушел. Потому что эта монопольная госкомпания сказала во время кризиса, который наступает, хотим иметь возможность не платить поставщикам, заходим полгода, заходим год. А с факторевую компанию как тяжелее в честь отношений. У вас еще и бренды в отношении. Поэтому это предопределяющий не только спроса, но и ограничение опускания третьего лица. И все эти составляющие, которые мы говорим по кредитору, в сети сказали, если действительно я перевожу на электронную документацию от своих мелких поставщиков, если вы снижаете риски недействительных денежных требований, если действительно вы сможете финансировать всех поставщиков по гарантированным денежным требованиям, то в этой части вы в принципе можете поставить единую ценовое условие для всех моих поставщиков, потому что у всех этих малого бизнеса будет платить денежные требования ко мне. В этой вещи, наверное, стоимость привлечения для этих поставщиков будет на 5, а на 10 годовых дешевле. Это финансовый директор посчитал. 10 годовых на мою кредиторку 50 миллиардов – это 5 миллиардов экономии. Окей, беру, запускаем. Электронный годфакторинг. Вот этот инструмент встраивания и удешевления, который может работать. И второй аспект, который не рассмотрят, вопрос дебиторки. То есть мы инструмент роста. То есть люди выходят на новый рынок избыта, увеличивают осрочку платежа, хотят продавать больше. Самая проблема большая восьмого-девятого года – напомнить предоплату. То, что во время кризиса все внедоросты для размера бизнеса – это лучше перевести компанию на предоплату и пересчитать этот кризис в наиболее спокойные времена. И, по сути дела, в структуре и дебиторки 2-2 нужницы. То есть не так часто мы хотим принимать те риски, на которых нам передают по безрегрессу или пригрессу, потому что аппетитов нет. И второй части – не так много компаний хотят придавать, как я сказал, в сокращении объемов бизнеса. Поэтому во время текущего 2015 года тот источник роста, который был закупочным факторингом, работать с дебитором, он очень существенно ограничен именно фундаментальными нашими встраиваниями, которые для многих компаний интересны. И последнее, я на прошлой конференции говорил, у нас в принадлении факторинга ВВП в стране было 2,8% ВВП. Мы говорили, что для нашей целевой триггер это 5% ВВП на уровне среднеевропейского достижения, увеличая объемов, то есть нам еще расти в 2 минимума раза как таковой. Когда мы пересчитали, в России государственный сектор занимает 50% ВВП. Я надеюсь, вы слышали, что если сейчас будет принята поправка в 448 гражданского кодекса, оно полностью закроет возможность применения госфакторинга в сегменте и работы с крупными государственными заказчиками и бюджетом. Поэтому, учитывая, что наши 2,8% ВВП на рынке только коммерческого сегмента, это на самом деле те же самые 5% ВВП. То есть мы уже в прошлом году достигли насыщения и проникновения рынка факторинга, которому соответствует среднеевропейские страны. Поэтому, как я говорю, источник роста, источник увеличения это какие-то новые дополнительные партнерские соглашения либо с крупными компаниями, либо какие-то отраслевые решения, либо действительно эффективное устраивание электронных систем и тех возможностей, которые мы набудем. Но те привычные моменты, к сожалению, будут уходить в прошлом, на чем мы заработали раньше. Спасибо. Второй мой вопрос, может быть, позабавит часть здесь присутствующих. Помните, в 2009 году шутка была «Купи акции на дне, второе получишь бесплатно в придаче». Я представляю инвестиционную компанию, которая сейчас раздумывает на том, а не проинвестировать ли в факторинговый бизнес. Кто может прокомментировать? Спасибо. Ни в коем случае. Ну или, скажем так, понятно, что в короткую показатели отдачи на капитал, ну скажем так, мягко говоря, не выдающиеся сейчас. Если рассматривать возможность входа от 6 лет и длиннее, тогда, возможно, можно найти себе приемлемые с точки зрения аппетита к риску компании, которые смогут вам продать разделяемую вами стратегию как инвестор. То есть, если вы найдете компанию, куда можно войти в такую хорошую длину, не ожидая в короткую каких-то выдающихся результатов, ну, наверное, такие компании на рынке можно найти. Но их немного. Коллеги, у нас во время практически стекло. Тем не менее, если есть еще вопросы или два, готовы чуть-чуть продлить. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. У меня тоже несколько вопросов, сколько спеемых протоколов. Значит, первый. Сегодня прозвучали, в основном, очень осторожные прогнозы. И все факторы, в большинстве своем, склоняются к тому, чтобы сохранить свой портфель и минимизировать риски. В данной ситуации, да, скорее всего, я предполагаю, компании будут столкнуться с тем, что в отсутствии каких-то драйверов компании будут заниматься сохранением клиентской базы, возможно, переманиванием клиентов хороших и других факторов. Вот, как вы ожидаете? Будет ли ценовая война за клиентов? Или, возможно, этот вопрос будет решаться путем какой-то сервисной составляющей, каких-то предложений для клиентов? Вы знаете, у меня был похожий вопрос дополнительных. На тот случай, если вдруг аудитория не захочет, в принципе, включаться в аудиторию, он звучал чуть провокационнее. Насколько у нас великие шансы в 2015 году увидеть ставки по фактурингу 2013 года? Казалось бы нереальным, но кто его знает? Коллеги, кто? Ну, конкуренция у нас есть. Она в немножко таком узком сегменте. Это, в первую очередь, поставщики сетей. Это, скорее, такой вот алый океан. Но каждый из нас пытается еще найти какие-то дополнительные ниши. Рынок пока не настолько жестко конкурентен, на мой взгляд. Мы еще имеем пока возможность соревноваться по сервису. В принципе, вот все то, что мы сегодня будем обсуждать, потому что электронные документы, обороты и так далее, это возможность чуть-чуть будет снижать. На самом деле, в принципе, конкуренция будет ужесточаться. Сейчас очень такой специфичный момент. Он необычный мой, на мой опыте первый. Раньше рынок был четко сегментирован по ставкам. Есть крупняк, который я получал в диапазоне 15-20 финансированный. Средний бизнес, скажем, 20-25. И более рискованный сегмент 25+. Все достаточно четко просто. Сейчас вот эти карты смешались. И все игроки тянут наугад, кому что достанется. Но пока опиум рынка позволяет жестко не конкурировать по цене. Вот такой вот фактор, занимающийся осознанно перекупанием, активов на рынке не так много. И мы пока имеем возможность строить какой-то внятный диалог в этой части. В принципе, в этом-то и суть ассоциации опиума компании. Мы хотели бы эту конкуренцию, ну а мы неизбежно будем конкурентами. Все же имеют амбиции захватить всю эту поляну. Эту конкуренцию регламентировать и вести ее вот таким вот нормальным, правильным ростом. То есть вы еще ждете проникновения в этом году? Вот просто 15-й год он... Пока, пока да. Пока да. То есть пока еще можно вспахивать там свою поляну и не заниматься отжиманием полян соседа. Но рано или поздно это наступит. Наша задача подружиться до этого момента, чтобы все наши трения, они были максимально корректны. Спасибо. Можно я прокомментирую? У Виктора, наверное, ситуация такая, что у него позволяет все так оптимистично так сказать про свой рынок, потому что прошлый вопрос озвучил перспективы развития в сегменте МСБ. Я думаю, средним корпоративным и крупным будет проблематикой. И мы все прекрасно это понимаем, потому что возвращаемся к 2013 году и даже вопрос, даже, скажем, комментарий Антона, который он дал по поводу развития технологий и договоренности с одним из дебитором, это и есть элемент конкуренции. То есть он или кто-то на рынке договаривается с дебитором на определенных условиях, определенных правил, и остальные на рынке будут вынуждены работать, потому что либо это будут технические условия выставлены, либо будет ценовое, скажем так, условие по работе с поставщиками, подрядчиками. Соответственно, это элемент конкуренции в явном виде. То есть это как вот есть сейчас борьба с госзакупками. Вроде как тендер объявили, озвучили четкие конкретные требования, и все думают, а вот есть ли такие поставщики под эти четкие конкретные требования. Я думаю, сейчас будет такой период на рынке, когда кто первый добежал до крупного дебитора, успел договориться, объяснить ему определенные нюансы, плюсы своей деятельности, технологии, привести к какому-то диай-провайдеру, договориться и потом сказать, ну давай, мы теперь будем работать только вот по таким условиям, и любого твоего поставщика. Я думаю, что каждый дебитор скажет, что так и будет. Поэтому я думаю, что сейчас как раз начинается эра такой вот конкуренции. Если раньше, отвечая на вопрос у Канеля, была ценовая конкуренция, то теперь будет ценовая плюс технологии и процессы. Спасибо. Ну что, спасибо большое. Хорошо, да. Если можно, развивая тему развития рынков, хотелось бы задать вопрос. Кто-нибудь всерьез рассматривает в качестве драйвера компании, занимающейся импортозамещением? Я не говорю про долгосрочную перспективу, а буквально на год-два. Ну, вероятно, будут разные кейсы, но кто-то рассматривает вот отрасли, попавшие под импортозамещение, продовольственные, возможно, как бы технологическая, как драйвер роста на ближайшую перспективу. Давайте я попытаюсь ответить, хоть раз отвечу, не буду задать вопрос. Я бы сказал, что продукты питания – это традиционный отрасли для факторов, но навряд ли, мы, по крайней мере, будем говорить по нашей компании, кто-то готов будет рассматривать сейчас факторы импортозамещения как некую индульгенцию, которая повышает шансы клиента стать клиентом факторинговой компании. Может быть, даже наоборот. Я бы сказал так, учитывая присущие риски любой новой деятельности, новому продукту, новой группе товаров и так далее. Но, безусловно, учитывая явное желание государства поддержать этот сектор, я думаю, что, может быть, не голубой океан, так, прудик, вполне себе просматривается. Спасибо. Ну, вот по опыту 2014 года, потому что все-таки прошло уже достаточно больше, большой период времени, все-таки 9 месяцев, новые клиенты, вероятно, не крупный, а малый и средний бизнес появились, новые клиенты факторинга, которые выросли благодаря закрытию рынков импорта. У нас таких примеров, наверное, нет. Очень мало. Очень мало. Коллеги, чтобы не уподобаться плохим конференциям, мы будем стараться соблюдать регламент, хотя уже его превысили. Я хотел бы поблагодарить всех участников панельной дискуссии, я думаю, что можно их поблагодарить аплодисментами. Большое спасибо за вашим вопросом. Мы пребываемся на ходе Гурли до 11.30. Спасибо вам. Спасибо.